Девушки отдыхают 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 Кто отвечает за улицу Бочка? Кто отвечает за улицу Бочка? Кто отвечает за улицу Бочка? Слева от меня стоит дом, в котором расположен ателье-банк с удовольственным магазином. Моя улица Маршала Василевская. На моей улице отживленное движение. Днем и ночью по ней с громким проносятся машины и автобусы, а иногда танки. Раньше на улице росли консивые липы, но в последнее время они чахнут. И, видимо, скоро совсем погибли. В одном из домов по этой улице живет мой двоенный брат. Улица Маршала Василевского начинается с моего дома и заканчивается до станции метро Щукинска. Я люблю свою жизнь. Спасибо. Привет. Мой дом номер 9, корпус 3. Если выйти из моего дома и пойти в левую сторону, то можно прийти в путем государственной комнате 24. А если посмотреть направо, мы увидим дом номер 9, корпус 2. Выйти из наших горов, пройдя мимо этого дома и повернуть налево, мы попадаем в парк. Напротив парка, справа от моего дома расположены магазины, улупы, продежды, продукты. А слева станция метро Щукинска. Универсальный магазин, гаражи, художественная школа и столовая. На моей улице находятся дома на городе 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15. Дом номер 1, корпус 3. Кирилл Диатра Бостока. Мне очень нравится моя улица. Спасибо. Так, теперь скажите, пожалуйста, вот из трех прочитанных улиц, какое самое правильное описание для нашей работы? Так, пожалуйста. Маша, выиграла, я сейчас забыла, что вы пишете. Объясненный именно уроку информатики, той глобальной теме, которая дала название нашему предмету, а именно понятию информации. Вот с вашей точки зрения информация, это что? Что? А что улучшает? Много предмету знаний. А предмет наука информатики. И это наука о методах сбора, хранения, обработки и передачи информации. Такие я перечислила информационные процессы. Один человек меня услышал. Вот из всех сидящих в классе. Один человек получил новую информацию. То есть он ее обработал. А остальные ее не услышали. Вот поэтому не все знания являются информацией. Для большинства из вас это оказалось только каким-то незначительным сведением. Так, Вик, ну? Сбор, хранение, обработка и... Америка. Передали. Наконец-то. Хотя ты сказала, что не совсем осознавая, что произнес одно из важнейших свойств информации, а то, что ее возможно передавать. И только благодаря передаче, вот информационному процессу передачи информации, мы с вами-то и получаем эти сведения об окружающем мире. Так, манеки. Словами. Так, сломами. Ну, прошу запомнить это слово, потому что вчера мы его никак не могли через 15 минут получить. Так, дальше, так? Знаки. Знаки. Знаки бывают разные. Ты какие у меня убьешь? Жестные. Ну, жест. Жестные. Замечательно. Так, ну, колес, что у нас сейчас... Нет, можно мой сосед, пожалуйста. Можно мне ее, Ненка? А ты? У компьютера. Так, ну, а что смешного? Вы не получаете новую информацию? Нет. Не, компьютер. Значит, можете с помощью компьютера передавать информацию? Еще раз повторяю. Что вы видите перед глазами? Так, Даша. Так. Ни один ответ не был правильный, и все по одной и той же причине. Так, ну-ка, Мова, что ты видишь? А? Кустарник. Я лично кустарник не вижу. Ну-ка. Картин. Молодец, Миша. Кто это у вас тут вырос? Кустарник, что ли? Я кустарник, глядя. Я держу картинку перед вашими глазами. Я тут нарисованным шиповником. А дальше зрительная информация какая может быть? Маша. Его естественно. Так. Даша. Его естественно. Так. Добавляйте сразу, добавляйте, Ира. Его ягоды. Где ты видишь, что это ягоды? Но твой опыт говорит тебе, твоя информация дохранилась вот до того, что тебе нужно срочно сказать, раз были цветы, то потом будут ягоды. Ты знаешь, что у этого кустарника есть ягоды. И ты так же готова эту информацию передать этому человеку, Света. Я не знаю, что это было. Даже много слов. Да, поэтому он и называется кустарник. Уже слово кустарник говорит о том, что у него есть несколько стволов. Миша. Очень добрый. Он зеленый. Наконец-то хоть другое что-то появилось в вашей интерпретации зрительной информации. Умница. Когда мы слышим, когда мы слышим? Когда, Саша? Когда будет ветер. Когда будет ветер. Хорошо. Внутри чего? Ну так? Вода. Ага. Вот кто? Так. Аккуратнее, пожалуйста, с определением. Еще что можно сказать, Алеша? Вот. Вот круглый фон. Замечательно. Света. Аккуратнее. Это соответственно, Аккуратнее. Грунг. Замечательно. Я хочу посмотреть сейчас видеоматериал, но без звука. И только по изображению домысливать то, что вам хотел передать автор этого фрагмента. А вы помните, что вы информацию получаете питью орденовичу. Несмотря на то, что вы только видите, вы многое должны еще вспомнить, исходя из своего опыта. Мы видели дождь. Так. Что вы видели? Видно. Грунг. 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 Еще что, Маша? Мы видели колесо, и как оно катилось. Так. Еще что? Мы увидели писателя. Так. Унах. Может, мы что-то еще услышали, несмотря на то, что футбук почувствовали? Что? Вика. Мне кажется, что Пушкин приехал в какой-то деревне. И там шел дождь, и стояла церковь. Так. Еще что можно сказать про увиденный фрагмент? Да. Домыслить его, Маша, пожалуйста, что Пушкин о чем-то думал. Так. Света. Он вспоминал, что когда ты ездил на загород, в свой маленький доме родился. Понятно. Мне кажется, что был бы стих. Скорее только будет. Да. Свет поднимал. Потом увидел, как катится колесо, и помнил какую-то женщину. А потом он как-бы шел на свои фильтры на свой дом. Отлично. Так. Я здесь, как свой дыхаков освободенный, учился в престинику на родственном хадисе. И не завидовал судьбе злодея и в трубцах в величии утра. Так. Ну... Так. Музыка. Безусловно. Настя была права, что мы будем слышать стихотворение Пушкин. А? Как вы считаете? Да. 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 Ну так о чем этот эпизод? Так. Алеша. Можешь рассказать нам? А шушукаешься? Да. Так. Вова хочет что-то лучше купить? Нет? Нечего так в голову прочитать. Надя, давай. А его приезде в основном? Ну... А ты как считаешь, Вика? что уехал из большого города и приехал в маленькую деревню, но ему там было как-то не очень весело, но приятно. Да. А как называется деревня, в которую он приехал? Вы должны ее знать раз и получили информацию из фильма два. Так. Андрюша, а ты что хотел сказать? Это как бы вопрос к размышлению? Нет. Ты можешь что-то новое. Так, Маша. Да. Так. Не услышали информацию. Ладно. В Тригорской там было сказано, что он приехал в печали. А почему он был в печали? Кто-нибудь это услышал? И кто почувствовал эту печаль раньше, чем мы слышали? Да. Его вопрос никто не ждал. И никто не был весел, что он приедет туда. Да. Алёша, классный. Дождик шел. Дождик шел. А как вот автор передал дождик? Нет. Ну ладно, Света, ты хотел что-то сказать вам. Ну, вопрос, наверное, странно, потому что в городе ему как-то скучно, никому он не нужен. Он хочет уединиться и уже сзади. Хорошо, спасибо. Молодец. А вот эту вот печаль вы сначала услышали или как-то автор по-другому передал? Ну да, уже он тоном передавал. Тоном чего? Своего голоса? Нет. Нет? А как он передал? Раньше вы почувствовали, что ему грустно? Ну что, одна века, что ли, почувствовала? Как смешно? Мудка. Мудка. Раньше, чем слова, зазвучала грустная мелодия. И вы уже... ...это вправните. Или нужно его напомнить? Напомнить. А вот скажите, пожалуйста, как вам хочется, чтобы мы напомнили, чтобы у вас два вида информации были или один? Один. Два. Два. Они хотели выразить какую-то глубочайшую печаль. Угу. А когда вы почувствовали печаль? Когда уже стихотворение сказали? Нет. Маша. Это звучала музыка. То есть, музыка печальная предшествовала тем словам, которые затем прозвучали. И совсем настроили вас на этот грустный лад. А куда мы ехали? Кто услышал? Куда мы ехали? Куда мы ехали? Куда мы ехали? Хоп. Очень четко было сказано, куда он уехал. От этих вельмож. Слава Богу, от вельмож. У него есть. У него есть. Или одна Маша готова поделиться своими мыслями. Совсем классно. Слава Богу Ну, было весело, хорошо, а потом пришёл кто-то из боджей. Да, твой вариант, Саша. Ну и что, прям у них боджей. Ну, кто-то такими же словами, как она. Не один пришёл, а побольше. Да, ты так уже живы. Ты нам скажешь дальше. По первой мутке можно было сказать, что, ну, было всё спокойно. И вот можно даже представить море. И вдруг вот, как будто ураган налетел, вот что-то такое. Понятно. Ещё какие варианты могут быть? Когда она была тихая, как будто бы какой-то праздник, что-ли бал какой-нибудь. А потом на бал пришёл какой-то незнакомый человек, и началась война. Да, и потом этого человека победили, и стали опять рады. И это в музыке было слышно, что они победили? Да. Нет. Нет. Ну, кто что слышит? Извините. Это уже авторское восприятие информации. Потому что, когда вот всё как-то тихо, потом музыка более стала... Спокойно. Нет. Громко. Нет. А потом опять всё стало так же. Понятно. Ну, пожалуйста. Сначала было всё нормально, а потом как бы бомбу взорвали, и... Ну, пожалуйста. Бомба. 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 Да. Ну, Андрюш, там вообще-то не было бомбы, но, тем не менее, ощущение бомбы, ощущение бомбы. Вот понимаете, вот взрыв действительно в музыке взрыв есть. Так. Ира, пожалуйста. Сначала всё было хорошо там в лесу, а потом произошёл пожар. Так. Никита. Что ты можешь добавить? Сначала были объединения, которые стали строить заводы. И что? Вот о чём хочет автор-то нам рассказать? Почему он и музыку, допустим, подобрал их кадры? Что он хочет нам? Может быть? Переходим. Так. Так. Даша, пожалуйста. Он это... Это... Природа уничтожила. Кто это он? Да, вот. Автор. А вот как застроили, всю природу уничтожила. Так. Вова, твой брак. Что нельзя? Переходят леса. Вот. Идея-то всё-таки не то, что мы видим, а то, что этого делать нельзя. Вот Вова правильно сказал. Чтобы надо беречь природу. Так. Вика. Не надо заглянять окружающих заводах. Сначала была природа. А потом показали, что впереди уже заводы построили и продолжали строить вот уже. Вот. Где нам показывали, что ещё была природа, а потом показали, что там уже горелые деревья стоят. Да. Понятно. Так. Ещё что можно сказать про этот фрагмент. То есть мы должны по фрагменту говорить не только то, что мы там видим и чувствуем, как бы, слушая музыку, а именно то, что мы должны сделать так, как в будущем действовать. То есть наши идеи в будущем. Ведь автор не для этих фильмов это делает, а чтобы привлечь наше внимание. Алёша. Так. Чтобы мы охраняли окружающие среды. Так. Миша. А ты как считаешь? Ну, леса не вырубают. Деньги в другом месте заводы строят. А? Сначала было всё очень хорошо. Потом они пришли и всё прорушили. И теперь больше уже нет таких животных. Так. А они это кто? Это мы с вами. На самом-то деле. Это мы с вами. Света. Что через несколько столетий никаких уже листов не будет. Если так уже, если так будет и дальше. Да и нас не будет. Конечно. Так, Вика, ты что можешь? Что, то, что порушили уже никогда не восстановить. Почему? Если мы будем продолжать без детства, вы где спать на уроках и спать. Так. Вова. Что вот они убивают. Из-за того, что они губят леса, они убивают животных. Животами нечего есть. Понятно. Этого ничего не видно. Но мы это уже, благодаря нашему опыту, знаем, какие последствия таких заводов бывают. А вот давайте именно авторскую подачу информации. Вот каким способом он нам привлёк внимание? Мне кажется, что сначала, когда всё было хорошо, он сделал цветной кадр, а когда уже строились заводы, там был тёмный кадр. В общем, это один из хороших, таких классических приёмов. Там была такая хитая, спокойная музыка, а потом такой парень, будто что всё стало плохо. Какие-то только неодушевлённые предметы показывали. Молодец. Правильно. Что было уж слишком хорошо там? Нет. Так, Алёша. Все животные начали куда-то улезать. Мы этого не видели. Так, Маша. Там был шмель, и он уже держался на конце марта. Там как будто ветер поставил. Так, а Миша? Ну, это как бы уже близко. Мы привели, если оно как бы беззаботное, и казалось, что сейчас что-то произойдёт там. Ну, это вы уже, опять же, по опыту своему знаете, что вот беззаботность бывает чем-то опасно. А на самом деле, вот Маша близко подобралась к этому кадру, когда шмель сидел на кончике мака. Мак какого цвета? Мак. Мак. Вы заметили, весь экран залился красной краской. Как бы предупреждение. Сейчас вот-вот, и что-то грябит. И после этого действительно пошла тревожная музыка, и пейзаж сменился заводами. Хорошо. Значит, вот мы с вами как бы разобрали два сверстных произведения. И целая серия фильмов об этом сделана для того, чтобы люди, находясь дома, смогли путешествовать по музеям мира.